Всем привет, это Андрей Дровосек. В мою задачу входило найти для себя очень тихую клавиатуру. Кажется, я нашёл такую. Это Q-Modominator K66M83. Обзор будет очень короткий, потому что у вас задача, наверное, такая же, найти тихую клавиатуру, но при этом не тратить много времени на всякие обзоры распаковок. Итак, поехали. Значит, вот просто... Опа! Не с той стороны распаковал. Ну ладно, должно было быть так. Значит, вот тут у нас всё очень просто. Вынимаем клавиатуру. Тут в комплект входит мышка и коврик. Так, коробочку убираем. Мышка. Мышка даже громковатая, но интересно выглядит. Разъём USB. Так, коврик. Выглядит стильно, тёмного цвета. Какая-то черепушка здесь. Черепушка какая-то. Ну ладно. Так, убираем. Это нам не самое главное. Клавиатура. Мембранная, производство Китай. USB разъёмчик. Говорят, у нас с подсветкой, может быть, даже посмотрим. Самое главное, что я хотел её купить, это тишина клавиш. Вот клавиша Shift подводит. Она немножко громковата, но по сравнению с другими клавиатурами тоже не такая громкая. Хотя эта клавиша проблемная почти у всех клавиатур. Так её и слышно. А вот эти, вот самые тихие, что были на прилавке, вот это самое тихое было. Служебные клавиши немножко гремят, но мы их наживаем не так часто. А вот это я долблю часто, потому что я много играю. Их почти не слышно. Вот это подводит. Вот и так. Вот эти сейчас раскручивать придётся. Вот, сейчас я бы теряю подключу. Говорят, тут есть подсветка. Для кого-то это важно. Для меня была важна только тишина. Сейчас сделаем. Так, размотали. Это Харвала Ченина. Размотали. Подключаю, смотрю. Ну что ж ты не включаешься-то? Так, обнаружено. Ой. Простите. Обнаружено. О, она сразу же подсветилась у меня. Ну вот такая подсветочка. Для людей, которые не хотят, чтобы было скучно. Для меня это не сильно важно. Кстати, как её отключить-то я не знаю даже. Ну ладно. Ну и, собственно, вот мышка-мыша оптическая. Собственно, всё. На этом спасибо за внимание. Кто искал тихую клавиатуру, вот считайте, что вы её нашли. Всем пока.